Удастровый номер, а этого недостаточно, чтобы иметь вестребуемый пакет документов Как вы планируете строить отношения с крупными предприятиями, такими как Инкерман? Их деятельность явно преследует несколько иные цели, нежели развитие премиального виноделия Вы знаете, Валерий Николаевич Шаматей, ключевой акционер группы Инкерман Эксперт, очень мудрый человек с большим опытом ведения бизнеса Правильно относящийся к производству вина Понятно, что до какого-то момента мы были по разные стороны баррикад, но диалог между нами есть Инкерман – это большое предприятие, имеющее несколько заводов и виноградников на территории Севастополя и Крыма Предварительно мы договорились, что через какое-то время они тоже войдут в проект выпуска вина с севастопольского винограда под брендом «Севастополь», а остальное будет производиться под другими марками С другой стороны, проблема развития мелкого и среднего виноделия в Севастополе действительно упирается в том, что большинство виноградников здесь оказалось в государственной собственности Примерно из-за 16 тысяч гектаров земли под виноградниками в Севастополе 10 тысяч гектаров – это участки для производства вин уровня Часть из них засажена виноградниками, часть пустуют, но находятся в составе крупных предприятий А почти все виноградники, которыми они обладают, имеют 40% износа и более, их надо пересаживать Какой дурак будет сажать виноградники за свой счет в зоне рискованного земледелия? Вся надежда, надо полагать, на государство Мы предлагаем взять пустующие земли, а также виноградники, которые находятся в ужасном состоянии, но имеют огромный потенциал Это примерно 5000 гектаров, раскорчевать их и разделить на 200 небольших участников под будущие инвестиции Это действительно должно сделать именно государство через специальную структуру типа корпорации развития виноделия Севастополя Затем мы хотим пригласить сюда инвесторов, которые будут создавать предприятие от винограда до бутылки СРО станет контролировать агротехнику, технологии и управлять брендом Чтобы человеку, который на протяжении 5 лет вкладывал деньги, не пришлось в итоге самому выпить все свое вино Каким образом вы будете убеждать государство, что именно этот путь развития виноделия нужно реализовать в Севастополе? Мы уже посчитали, сколько городу принесет гектар виноградников, если он будет находиться в составе некрупных хозяйств, как сейчас, а небольших, как предлагаем мы Выгоды очевидны, продажная цена вина отличается в 5 раз Плюс у мелких предприятий значительно больше сотрудников Появляются смежные отрасли, обучение персонала, консалтинг, туристический бизнес Это будет полноценный винодельческий регион, организованный по кластерному принципу По нашей оценке, к 2030 году 200 хозяйств по обороту могут приносить Севастополю больше, чем Черноморский флот Дело за малым, чтобы власти наше предложение услышали и зарезервировали земли под этот проект Кроме того, мы рассчитываем на помощь со стороны агентства стратегических инициатив Если мы получим их поддержку, властям просто будет некуда деваться Ну и главное, нашу программу уже поддержал Алексей Михайлович Чалый, реальный лидер Севастополя Какой будет стоимость входного билета для потенциального инвестора и на каких условиях он сможет получить землю Мы считаем, что средний участок – 20 гектаров А схема должна быть такой Чем раньше ты пришел, тем больше участников на выбор Далее подписывается инвестиционный контракт с государством Согласно которому ты должен в течение 5-7 лет посадить виноградник Поставить производство и создать туристический объект на территории хозяйства Гостиницу, ресторан или винный бар Если ты выполнил инвестиционные обязательства То можешь выкупить землю в собственность с условием невозможности смены ее целевого назначения Никакого входного билета платить не надо А минимальный объем инвестиций – порядка миллиона евро Хотя мы считали это, когда курс был 45 рублей На тот момент посадить 20 гектаров виноградников стоило примерно 20 миллионов рублей Построить объект под тысячу квадратных метров Еще 20 миллионов Закупить оборудование Порядка 10 миллионов Как быстро могут окупиться такие инвестиции? Если вы делаете вино в небольшом объеме Примерно 50 тысяч бутылок в год То вам прямая дорога в сегмент А это совершенно другие деньги, чем массовый рынок Мы посчитали, что продажная цена у нашего резидента будет порядка 10 евро за бутылку Как это происходит во всем мире Когда речь идет о качественном вине, сделанном вручную В таком случае окупаемость наступает через 2-3 года Самое главное, что этот миллион евро не нужно достать сразу Можно вкладывать поэтапно Я, например, когда начинал свой проект Вообще слабо представлял себе финансовую сторону дела Были деньги, вкладывал, не было, не вкладывал Поэтому посчитать, наступила ли у меня окупаемость, наверное, будет сложно Мы сейчас собирали урожаи где-то на 25 тысяч бутылок А предел – 50 тысяч бутылок Наше оборудование изначально покупалось на такой объем Винодельческое хозяйство Павла Швеца по площади Всего 16 га, вполне сравнимо с частными винодельнями в Европе Бизнес в наследство Есть ли в вашем бизнесе серьезные инфраструктурные ограничения? Практически нет У меня на винограднике нет электричества Мы работаем с генератором 15 кВт на аккумуляторной батарее И только в момент сбора и переработки винограда Включаем трехфазный генератор Но это всего две недели Вода не нужна, виноград не поливают Если вы хотите получить вино высокого качества Самая большая сложность – логистика До Москвы груз идет три недели Ну и, конечно, земля – это главная проблема развития таких проектов Насколько велики валютные риски вложений в малое виноделие? Как их можно минимизировать? Я думаю, что мы недооцениваем российский рынок с точки зрения поставок оборудования Саженцы винограда действительно частично придется покупать за границей Но шпалеру можно купить в России Строительство здания – полностью из местных материалов Трактор и технику тоже не обязательно покупать европейские Чтобы сделать емкости из нержавейки Вообще большого ума не надо Просто должен быть спрос Поэтому для развития того проекта, о котором мы говорим Нужно стимулировать развитие стартапа в форме винодельческого кластера Причем многое можно отдать на аутсорсинг Например, агрономическую часть Скажем, оловянную капсулу для бутылки мы закупаем в Австрии Но кто мешает здесь создать предприятие Которое будет эти капсулы штамповать на всю Россию И таких бизнесов, которые буквально лежат под ногами Здесь много Главное, чтобы нашлись люди, готовые этим заниматься А как быть с финансированием всех этих проектов в ситуации Когда стоимость кредита резко выросла Можете взять для примера наш проект У нас нет ни кредитов, ни сторонних партнеров Хотя ко мне часто приходят люди и задают такие вопросы Но в целом те, кого интересуют инвестиции в виноделье Мало переживают насчет кредитов Деньги у них и так есть А собственный виноградник Это не бизнес-проект А то, что можно передать детям Это может, конечно, приносить деньги Требует большого труда Но не это главное Вы могли бы обрисовать потенциального инвестора В основном это человек, живущий в Москве, Петербурге или в другом городе-миллионнике Ему лет 40-45 Как правило, он занимается каким-то бизнесом, который требует его постоянного присутствия Но при этом ничего особенного не производит Например, работает в банке или консалтинговой фирме После 40 эти люди начинают думать о том, как провести старость О том, что в Москве некомфортно всю жизнь стоять в пробках И было бы здорово переехать куда-то на юг Покатавшись по Европе и увидев, как там развита винная культура Многие влюбляются в вино Начинают в нем разбираться Именно тогда появляется мысль А что если завести собственную винодельню? Вы много знаете таких людей Человек 25 потенциальных инвесторов уже наберется Другое дело, что много желающих взять сразу несколько тысяч гектаров Такие появляются постоянно Земля в Севастополе всегда была самым востребованным и нужным товаром Половина дорогих иномарок, которые здесь ездят Куплены именно благодаря земельным операциям Вокруг этого всегда было много проходимцев и посредников Которые пилили и продавали участки А крупные хозяйства при этом использовали земли неэффективно Эксперт номер 11 937 Распечатать